Вглядываешься в этот снимок, ведь это снимок и не фантазия художника, и думаешь, но неужели так может быть? Неужели это правда? А это? Пейзаж. Ну, кажется, что может быть проще фотографии. Все, что окружает нас, это и есть пейзаж. Вышел на улицу, вышел в поле, в лес, снял. Вот тебе, как говорится, картинка, которая так или иначе отражает природу и, наверное, наше отношение к ней. Но я думаю, что, в общем-то, абсолютно неверный взгляд на фотографический пейзаж вот такой. И думаю другое, что, наверное, даже среди фотографов, которые вплотную не столкнулись со съемкой пейзажа, подобный взгляд, в общем-то, бытует довольно-таки широко. Я убедился на другом. По роду своей работы, как репортер тоже, мне приходилось пересекать те тропы, где бывал и работал Гиппенрейтер. Я хочу сказать, что меня поразило то несоответствие виденного мной и того, что я видел у Гиппенрейтера в его книгах. Ну, например, я был на Командорских островах, на острове Биллинга. Когда я смотрел книгу Гиппенрейтера об этом острове, об этих островах, меня поразило какое-то эпическое видение природы. Огромные горы, какие-то кроваво-красные склоны. Вся вот природа, она была настолько ярка, настолько какая-то сжата, так вот концентрирована, выпукло показана, что я думал, что там всегда так. Когда я приехал на острове Беринга, я посмотрел, что, в общем-то, горы очень маленькие, наверное, от силы высота их метров 50, не больше. Серое небо, серая земля, трава сочная, цветущая. Ну, в общем, это все настолько, как говорится, было невыразительно с первого взгляда, что я, в общем-то, поразился, здесь ли он снимал, но снимал-то он действительно здесь. Второе впечатление. Я был в районе Иссыкуля, в Киргизии, и мне сказали, а знаете, говорит, вот до нас, до вас, точнее, тут был Гиппенрейтер, он попросил разрешения пойти вот в это ущелье, а там заповедник, не все допускают, поставил палатку и жил там, говорит, неделю или там 10 дней, снимал пейзажи или пейзаж, я не могу сказать, что, короче говоря, он уединился и снимал. И вот, наверное, из всего этого следует, значит, такой вывод, чтобы сделать что-то в пейзаже, сделать что-то запоминающееся, яркое, связанное с твоим именем, с твоим видением, пейзаж нужно пересилить. Что значит пересилить? Не пришел, увидел, а пойти на какие-то определенные жертвы, ограничения, пойти на какие-то очень жесткие и сложные условия своего существования, бытия. То есть так, как делает Вадим Гиппенрейтер. Он часто берет палатку, всю амуницию, всю аппаратуру, все, что нужно, и идет куда-то, ставит на какой-то точке свою палатку, и там сидит, как мне кажется, ждет, дожидается, пока вот не получается того открытия, которое он делает прежде всего сам для себя. Я помню, в 1974 году, когда было извержение Толбатчика, вернулся Гиппенрейтер и сказал, мы знаем, там условия были очень тяжелые, кислотность, запыленность, газы, в общем, все это действовало очень плохо. Он сказал, я, когда вернулся, сжег все меха и перепортил все объективы. И он показал свою съемку. Это было, конечно, в общем-то, открытие рождения вулкана, то, чего мы никогда не видели. Вот я хочу спросить, Вадим Евгеньевич, насколько велико влияние художника, в данном случае с фотоаппаратом, на пейзаж, как вот формирует художник свой взгляд в сочетании с пейзажем, и как он может влиять на его выразительность, на все то, что в конце концов предстает перед зрителем? Из чего складывает все это? Ну, ты правильно начал разговор о пейзаже, что это не может быть случайной съемкой. Пейзаж доходит до зрителя только тогда, когда передано твое собственное к нему отношение, во-первых. Потом передано состояние пейзажа. Состояние – это очень сложное понятие, которое существует вообще в изобразительном искусстве, ну и в фотографии тоже. Состояние в пейзаже – это, ну, его компоненты, так сказать, его составляющие части – серое небо, серая вода, серая зелень и так далее, если это снято осенью. Или яркие какие-то динамичные кричащие цвета, движения, динамиков композиций там весной. То есть это случайно… Вся совокупность элементов, включая не только освещение, но и как бы вот тот характер, который он может придать пейзажу. Вот как вот возможно ли это расчленить на какие-то составляющие, из которых вот как бы экспериментальным путем можно было сложить пейзаж? Или же возникновение пейзажа, какого-то такого эпического, законченного, это, в общем-то, явление почти спонтанное, почти неуловимое. Но я как фотограф понимаю, что когда возникает кадр, когда ты его снял, ты уже чувствуешь, что он есть, хотя еще не проявлен. Вот как вот здесь, ковы пути? Ну, ты правильно сказал. Я в пейзаже живу. Иначе пейзаж не снимешь. Приехать, снять и уехать – это можно только раз в сто лет вот так угадать. Ну да. В пейзаже надо жить. К нему надо привыкнуть, присмотреться. И тогда находятся какие-то ситуации в природе, которые можно реализовать фотографически. Кроме того, глаз человеческий видит совсем не так, как видит аппарат. Поэтому надо без конца ставить камеру на штатив, без конца примиряться, что у тебя получается. Кстати, о камерах. Вот эти большие профессиональные камеры, они дают очень большие возможности для съемки именно пейзажа в различных состояниях. По-моему, это камеры, наверное, конца 19 века. А может быть и постарше. Ну, так она и есть, конечно. Ну, вот я всегда слышал, что гиппенрейтер снимает так называемой деревяшкой. Что такое деревяшка? Я особого представления не имел. Так вот это и есть эта деревяшка или нет? Ну, это одна из тех камер, которыми я пользуюсь. Я говорил об особой любви гиппенрейтера снимать в горах, в пустынях, в таких местах, где человеку, в общем-то, неуютно, трудно, тяжело. Но я, наверное, сказал, не все. Обычные места. Поле, луг, берег озера, берег реки, лес, средняя полоса. Гиппенрейтер и здесь снимает. Но происходит тоже чудо. Чудо прикосновения художника. Происходит это потому, что в каждой фотографии есть и чувство, и образ, и поэзия. Да, поэзия – это не только стихи. Поэзия живет не только в музыке, не только в живописи, но и в фотографии. Не и в каждой, но живет в фотографии гиппенрейтера. Его фотографии созвучны стихам. И неудивительно поэтому, что многие его книги, стихи известных поэтов сопровождают. Унылая пора, очей очаровать. Приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышная природа, увяданье, В погреце золото одетые леса, В их сенях ветров и свежее дыхание, И мглой волнистой упокрыты небеса, И редкий солнцу луч, И первые морозы, И отдален седой зимой угрозы. Музыка 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 В прозрачном холоде заглубели долы, Отчетлив стук подкованных копыт Трава, поблекшая в расстеленные полы, Сбирает медь с обветренных ракет. С пустых лощин ползет дугою тощий Сырой туман курчаво свившись в мох, И ветер, свесившись над речкою, Полощет водою белой пальцы синих ног. Учись у них, У дуба, у березы, Кругом зима, Жестокая пора, Напрасные на них застыли слезы, И треснула сжимаяся кора. Все злей метель, И с каждой минутой Сердито рвет последние листы, И за сердце хватает холод лютый. Они стоят, Молчат, Молчи и ты. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,